Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашем вебинаре, который посвящен изменениям, которые внесены в новую ФСБУ. Тема нашего вебинара сегодняшнего вы видите на экране. Вести вебинар буду я, консультант-аналитик 1С Гардышева Галина. На экране вы видите наш контакт, то есть наша электронная почта, телефоны и адрес нашего сайта. Собственно говоря, на нашем сайте достаточно много интересной информации. Приглашаем вас посетить его. И соответственно будем очень благодарны вам за ваши вопросы. Вы можете задать вопросы любым удобным для вас способом. Письменно, по телефону. Письменно будет гораздо удобнее, потому что в этом случае мы сможем уделить больше времени именно вашей ситуации. То есть более предметно вам ответить. Ну и соответственно, кроме ответов на вопросы, мы будем рады оказать вам любую помощь в работе с конфигурациями семейства 1С. Это и внедрение, настройки. Ну то есть весь спектр работ, который связан с этим программным обеспечением. У меня к вам большая просьба отключить микрофоны, чтобы мы с вами друг другу не мешали. Ну и еще одна информация. То есть вебинары наши записываются и позже размещаются на сайте. И если по какой-то причине вы не смогли дослушать до конца, например, просто пропустили вебинар через некоторое время, вы можете зайти на наш сайт, еще раз обращая внимание на его адрес, и прослушать вебинар или этот, или любой другой, уже в удобное для вас время. Ну и соответственно, точно так же задать вопросы, если они у вас возникнут. Тема нашего сегодняшнего вебинара, мы ее посмотрели, а программа вебинара сейчас перед вами на экране. Как мы будем сегодня с вами работать? Нормативную информацию, ссылки на законодательство и так далее я буду показывать на слайдах. То есть вот на том, что мы видим с вами на экране. И параллельно с этим мы будем некоторые моменты рассматривать на примере демо-базы. То есть демо-база это база ERP. И хочу обратить ваше внимание на релиз. То есть мы будем с вами сегодня смотреть на примере релиза ERP-257. Вот по этой пиктограммке вы можете посмотреть, какая база у вас установлена, какой релиз, какая конфигурация. Это меню о программе. И в этом случае вы видите релиз конфигурации 2.5.8.64. Это не самая последняя версия, потому что у многих организаций используются и более ранние версии, конечно. Но тем не менее, почему именно на этой конфигурации? Потому что по сравнению с релизом 2.4 здесь достаточно много внесено изменений. Собственно, функционал весь сохранен, но естественно добавлены новые разделы, изменения и так далее. При этом они немножко по-другому скомпонованы. То есть функционал старый, но компоновка разделов и запуска некоторых функций немножко выполнены по-другому. Итак, вернемся снова к нашим слайдам. Ну, соответственно, что изменилось в СБУ-26 мы будем рассматривать. И это изменения, которые произошли уже в течение этого года, то есть 22-го. Мы поговорим про сроки применения, про то, что добавлено, то есть расширен перечень затрат. Поговорим об отличиях учета ремонтов этих обслуживания именно в свете 26-го ФСБУ. И посмотрим, естественно, как отразить эти изменения, ну, как посмотреть их и отразить в конфигурациях. Бухгалтерия 1С ERP, в принципе, в ERP практически почти полностью блок бухгалтерии, так что это сейчас очень близко друг к другу будет. Итак, переходим к следующему слайду. То есть, каким документам внесены изменения. Изменения в ФСБУ-26 внесены Минфином. Обращаю ваше внимание, что это был именно Минфин. И вы видите на экране документ, который зафиксировал эти изменения. Собственно говоря, сами изменения не настолько революционные, как, допустим, само ФСБУ. И, ну, если сильно упростить смысл, то практически они вызваны двумя моментами. Ну, во-первых, это подготовка к внедрению нового ФСБУ-14-2022. То есть, это учет нематериальных активов. И, собственно, эти изменения подготавливают и убирают разночтение между тем, что уже введено новыми ФСБУ, и тем, что планируется ввести по учету нематериальных активов. Я немножко напомню, так сказать, в кратком виде, типа дайджеста, что такое 26-е ФСБУ. То есть, это ФСБУ капитальных вложений. И в нем содержится перечень затрат, которые эти капитальные вложения формируют. Ну, и, соответственно, впоследствии формируют стоимость основного средства. Единицы как вложений. В этом случае у нас признается объект основного средства. Ну, поскольку 26-е ФСБУ, так же, как и 6-е, введены в обязательном порядке с применения с 1 января этого года, то, соответственно, их требования уже всем знакомы. Ну, во всяком случае, уже ажиотаж, который был связан с переходом на эти ФСБУ, немножко утих. Итак, еще немножечко вспомним информацию, что при формировании капитал вложений учитываются фактические затраты, которые организация понесла при покупке или при создании основного средства. Ну, и плюс сюда входят обязательства, сумма оценочного обязательства по будущему демонтажу или утилизации имущества. Ну, и, соответственно, восстановлению окружающей среды. То есть, там, например, реклитивация измерий и так далее. Суммы, которые были уплачены при осуществлении затрат, включаются в состав капв вложений с учетом скидок, льгот и так далее, которые организация имела при покупке. Допустим, если в ходе капитальных вложений организация получает какую-то продукцию или материальные запасы, которые можно потом использовать или продать, то их стоимость вычитается из стоимости капитальных вложений. Капитальные вложения обязательно проверяются на обесценение. Ну, и, соответственно, после того, как все капитальные вложения собраны на 0,8 счете и переводятся на 0,1, то это признается основным средством. Если мы до того, как произведен ввод в эксплуатацию основного средства, начинаем использовать какую-то их часть, то в этом случае эта часть признается объектом основных средств. Еще раз хочу напомнить, что и ФСБУ 6-2020, и ФСБУ 26-2020 должны применяться с одной датой, потому что ФСБУ 6-2020 – основные средства, а 26 – это капитальные вложения в основные средства. То есть, если раньше ФСБУ учитывало все, так сказать, в одном флаконе, то теперь эти понятия разделены. Ну, и также нужно вспомнить, что до этого, немного ранее, в прошлом году, было введено в ФСБУ 5-2019 запасы, которые вступили в действие с прошлого года, ну, соответственно, оно корреспондирует с этими двумя ФСБУ. В стандарте, то есть 26-2020, собственно, содержится список затрат, которые учитываются или не учитываются в составе капитальных положений. К неучитываемым отнесены, например, затраты, которые приняты до принятия решения о создании, приобретении или восстановлении основного средства. Хочу сделать на этом акцент, то есть это, так сказать, ссылка, которая напоминает о том, что должен быть полностью соблюден, так сказать, регламент бумажного документа оборота, то есть должен быть приказ руководителя о приобретении или о создании основного средства. Соответственно, оформлены дополнительные документы, которые требуются, то есть, возможно, кроме приказа, если это дорогостоящее основное средство, потребуется еще и решение учредителей, ну, то есть в соответствии с вашей ситуацией. Не относятся, не учитываются в составе капиталований затраты на внеплановый ремонт основного средства, которое вызвано, например, поломками или нарушением правил эксплуатации. Ну, то есть не имеется характеристик, которые улучшают основное средство. И, соответственно, не учитываются в составе капитальных вложений затраты, которые связаны с ненадлежащей организацией формирования как вложений, то есть сверхнормативные расходы, брак, ну, или что-то аналогичное. Я хочу вам показать сейчас небольшой слайдик, который иллюстрирует применение этого ФСБУ, то есть кто применяет и кто не применяет. Ну, как вы видите, перечень тех организаций, которые не применяют, достаточно небольшой. Это организации бюджетной сферы. Если вы выполняете, то есть организации, которые выполняют работу и условия, на сохранение, улучшение и так далее, основных средств для... То есть фактически производят работу по модернизации, ремонту и так далее. Если вы приобретаете или создаете активы для продажи, обратите внимание на терминологию, то есть именно активов. Эти два новых ФСБУ, 6-2020 и 26-2020, ввели достаточно большой перечень новых терминов. То есть что такое активы, ликвидационная стоимость и так далее. Также могут не применять это ФСБУ, организации, которые имеют право ввести упрощенный отчет, то есть малые предприятия, микропредприятия, то есть предприятия, которые имеют право сдавать упрощенную отчетность. А мы думали, что по вторникам... Но опять же здесь будет не по усту. А только если упрощенная отчетность касается некоторых пунктов, здесь чистое пункты стандарта в отношении... У меня как-то команда другая говорит, что они по вторникам не делают, или по пятницам тоже. Почему по вторникам не делают? Прошу, пожалуйста, а вот работает микрофон, я вас слышу лучше, чем себя. Будьте полезны, отключите мобильную связь и выключите микрофон. Заранее благодарю вас. Еще одна картинка. Это, собственно, тоже небольшая такая концентрированная выдержка из того, что такое капитальные вложения и что можно считать как вложениями именно в целях данного ФСБУ. Я не буду зачитывать, потому что картинка будет висеть некоторое время. Вы сможете ее рассмотреть. Хочется сказать вот о чем. Если вдруг кто-то из вас не смог разобраться, или какие-то пункты вызвали затруднения в применении ФСБУ, оно достаточно все-таки сложное в применении этих двух ФСБУ, то практически все компании, которые законодательные законодательства комментируют, то есть и Гарант, и Консультант, и Астрал размещали достаточно много комментариев и разъяснений касательно этих ФСБУ. Поэтому сейчас очень подробно мы на них останавливаться не будем. Мы поговорим про некоторые изменения, ну и, скажем так, про небольшие рифы, которые встречаются и которые, к сожалению, доставляют достаточно серьезное неудобство при работе бухгалтеран. Итак, что же у нас за изменения произошли, и касательно чего они изменили какие-то положения новых стандартов. То есть про то, когда стандарт не применяется, мы с вами заговорили, это вот предыдущие две пиктограммки. Ну, скажем так, одна приятная новость, что по этому приказу Минфина данные изменения в обязательном порядке коснутся отчетности за 2024 год. Но организация может принять решение о применении в добровольном порядке предусмотренных настоящим приказом изменений и раньше, до указанного срока. Ну, то есть это та же ситуация, которая была с самими ФСБУ, когда их применение в прошлом году, например, было добровольным, а с этого года уже стало обязательным. Дальше хочу немножко напомнить, что обозначает в нынешней ситуации сам термин капитальные вложения. То есть к капитальным вложениям теперь отнесли и права на паниокру, то есть приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Дальше к капитальным вложениям вносятся затраты на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ, на улучшение нематериальных активов, которое связано с повышением или улучшением первоначально признанных нормативных показателей и приобретение прав на осуществление отдельных видов деятельности, то есть лицензий. Вот это теперь тоже входит в состав капитальных вложений. Норма о неприменении стандарта тоже немного была подкорректирована и стандарт не будет применяться при выполнении работ по улучшению, по приобретению, по созданию результатов интеллектуальной деятельности. В этом случае обратите внимание, что результаты интеллектуальной деятельности, на которые у организации не возникает исключительных прав. То есть, например, если вы приобретаете программу 1С, то исключительные права на эту программу у вас не возникают. У вас возникает право на ее использование в течение определенного периода. Также прописывается, что организация, которая вправе применять упрощенные способы, ну, соответственно, она может признавать затраты на приобретение, создание, улучшение объектов нематериальных активов в составе прочих расходов по обычным видам деятельности, ну, соответственно, в полной мере по факту их осуществления. Требования, которые теперь предъявляются в связи с изменениями, которые внесены в ФСБУ. Ну, естественно, общее требование, это требование статьи 9 Федерального закона об учете, это то, что каждый факт хозяйственной жизни должен сопровождаться с оформлением первичного документа. Это общее требование не только к этому ФСБУ, но и к другим нормативным актам. Дальше затраты, связанные с выполнением НЕОКР, подразделяются на относящиеся к стадии исследований и к стадии разработок. Раньше такая группировка не предусматривалась, и теперь данная группировка осуществляется организацией самостоятельно. Осуществляется эта группировка для того, чтобы определить порядок их учета. Ну, и, соответственно, были внесены корректировки с выполнением НЕОКР фактических затрат, которые не признаются капитальными вложениями в нематериальные активы. И дальше в тексте, и не только в нашем вебинаре, но если где-то вы встретите, то раньше эти затраты, расходы на НЕОКР, назывались расходы, которые не дали положительного результата. В эту группу, то есть, которые не дали положительного результата, включены расходы, относящиеся к стадии исследований, относящиеся к стадии разработок, в отношении которых не соблюдаются условия признания в качестве как вложений. И затраты, которые организация не может однозначно квалифицировать, как затраты, которые относятся либо к стадии исследований, либо к стадии разработок. Теперь мы сейчас с вами посмотрим еще один слайд и перейдем к демо-базе. То есть, что нам нужно проверить для того, чтобы быть уверенными в том, что программа у вас настроена в соответствии с этими ФСБУ, и у вас все благополучно. Вы на слайдике видите картинку из настройки учетной политики. Красными рамочками выделены те настройки, которые имеют отношение к данным ФСБУ, которые должны быть выполнены. Итак, переходим с вами в саму демонстрационную базу. И я просто хочу напомнить, куда мы должны попасть, чтобы проверить эти настройки. Ну вот возьмем первое попавшееся предприятие, допустим, Андромеда Плюс. Сейчас мы с вами находимся в разделе МСИ и администрирования. Я переключилась на главление. И смотрим раздел МСИ, раздел организации. То есть в этом случае у нас выводится список всех юридических лиц, которые входят в вашу компанию. Ну, соответственно, если у вас одно юрлицо, то в этом списке будет одна организация. Точнее, даже не так. То есть смотрите. При первоначальных настройках, когда мы только настраиваем программу, в разделе МСИ и администрирования, мы в разделе настройки МСИ и разделов, в меню предприятия, сейчас переключится, к сожалению, не так быстро, проставляем флажок. То есть ведется у нас учет по одному юрлицу или мы ведем учет по разным юрлицам. Вот у меня стоит флажок в несколько организаций. Соответственно, список юрлиц у меня достаточно большой. Если у вас этого флажка не стоит, то в меню МСИ, вот здесь вот, у вас просто не будет пункта организации, потому что юрлицу одно, и, соответственно, этот пункт оказывается ненужным. Так, сейчас мы вернемся назад. Я закрою то, что нам не требуется. Так, предприятия нам не нужны. Значит, таким образом мы с вами переходим в список юрлиц, поскольку флажок у меня остался. Мы входим внутрь самого юрлица. И вот здесь нам в обязательном порядке нужно проверить учетную политику. Хочу напомнить, в принципе, это все знают, но обычно, как не очень значимая информация, это вспоминается в последнюю очередь. То есть приказ о применении учетной политики должен быть датирован не позднее, чем две недели до конца года, то есть 17 декабря. О том, что вот такая-то учетная политика применяется с 1 января следующего года, ну и, соответственно, в учетной политике должны быть указаны все параметры, которые вы будете применять в учете. Учетная политика и для бухгалтерского учета, и для налогового учета. Соответственно, в программе эта информация находится на закладочке учетная политика и налоги. То есть общая информация, мы вводим сюда все организационные, так сказать, регистрационные данные. И дальше на закладке учетная политика вы видите вот такой интерфейс. Вот именно здесь по сравнению с ERP 2.4 у нас есть разница, потому что в ERP 2.4 тоже есть, естественно, раздел про учетную политику, но интерфейс у него немножко другой, хотя функции, в принципе, практически идентичны. Ну, система налогообложения, это все понятно. Учетная политика, обратите внимание, финансового учета, бухгалтерского учета и учета по налогу на прибыль. То есть все вот эти данные должны быть заполнены. Нас сейчас интересует политика бухгалтерского учета. по ссылке «Изменить» мы попадаем в диалоговое окно, которое касается настроек именно этого подраздела. И здесь уже нужно проверять то, что касается основных средств. Здесь хочу тоже обратить внимание на несколько таких, может быть, не очень особо заметных моментов. То есть видите, в конце каждого раздела есть вот такая пиктограммка, то есть ссылка. «Вопросительный знак» это тематическая подсказка в отношении того, что этот пункт вводит, какие настройки. Ну, в основном это очень удобно, особенно при введении налогового учета, когда вы выбираете параметры работы, например, с 18-м ПБУ, что такое балансовый метод. Ну, то есть видите, можно посмотреть, в чем суть этого метода и подходит он вам или не подходит. То есть сориентироваться. Если краткой информации недостаточно, то по ссылке подробнее можно перейти уже к развернутым пояснениям на сайт Book.ru, который, собственно говоря, печатает материалы по тематике 1С. Так, возвращаемся снова к нашей демо-базе. И теперь, что все-таки мне хотелось вам показать, это основные средства. То есть в этом случае, видите, у нас есть пункт, амортизация начисляется в соответствии с ФСБУ-6. То есть мы здесь ставим флажок. И с какой даты? Потому что можно было применять ретроспективные и перспективные методы учета, методы перехода. Ну, соответственно, в моем случае в демо-базе установлено с даты принятия к учету. И вот здесь вот нужно понимать различия. То есть мы раньше могли принимать со следующего месяца, то есть начислять амортизацию с месяца следующего за месяцем приема. Теперь мы можем выбирать, что, например, с даты принятия основного средства к учету. Ну, либо так же, как было раньше, с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету. То есть вот это право выбора, вот это введено вот этими новыми ФСБУ-6 и 26. Меню запасы. Это, в общем-то, то, что те изменения, которые вносились в ФСБУ 5 слэш 2019, то есть меню, то есть ФСБУ, которая регулировала учет товар материальных ценностей, что относится к запасам, что не относится, и введено было на год раньше. Ну, собственно говоря, для наших ФСБУ важен только вот этот раздел основные средства. То есть, естественно, мы проставляем флажок, потому что мы уже обязаны это применять. И еще один момент, на который хочу обратить внимание, на который тоже не очень многие почему-то обращают внимание, это тоже одно из последних нововведений. Это последний пункт. Меню отчетность. Обратите внимание, то есть здесь есть выбор, что отчетность может быть настраиваемая. То есть, по умолчанию установлен единственный вариант выбора, нас не настраивается, но мы можем выбрать другой вариант, например, настраивается. Или если у нас для какого-то юрлица есть необычная отчетность, то есть, например, какая-то региональная, то в этом случае можно указать название, то есть Андромеда Плюс это одно из названий. Ну и, собственно, посмотрите потом повнимательнее. Может быть, для вас как раз-таки настраиваемая отчетность окажется более удобной. Так, мы отсюда сейчас выйдем. Нет, мы не будем сохранять изменения. Напомню, что это в разделе «Учетная политика для бухгалтерского учета». И, соответственно, для налога на прибыль, то есть, когда мы проставили флажки, тут уже будет все действовать в соответствии с требованиями новых в СБУ. Так, отсюда мы с вами сейчас уходим. Так, это нам тоже уже не надо. И возвращаемся снова к нашим слайдам. То есть, это вот то, что мы с вами уже посмотрели. Когда мы политику бухгалтерского учета настроили и выбрали применение новых в СБУ, у нас вот здесь появляются вот именно такие записи, что амортизация в соответствии с СБУ-6 с даты принятия к учету. То есть, идет более подробная расшифровка тех настроек, которые мы выполнили. Ну, и это вот диалоговое окно, в котором эти настройки выполняются, которые мы с вами сейчас посмотрели. Еще один момент. В принципе, он совсем уж напрямую к этим ФСБУ не относится, но тем не менее, я хотела бы про это сказать. То есть, с 1 января этого года в расходы по НИОКРУ можно включать затраты на приобретение, как я уже говорила, исключительных прав. То есть, это могут быть и лицензии, то есть, именно документы, которые подтверждают ваши исключительные права. Это обозначает, что расходы на перечисленные нематериальные активы организация вправе учесть единовременно, то есть, не амортизируя, а именно единовременно. Ну, соответственно, если у вас это лицензии, ну, это точно так же. По штрафам и возмещениям ущерба эти суммы идут в убытке пении штрафа, которые поплачиваются в бюджетах, в небюджетных фондах. То есть, это мы не можем учитывать в расходах по налогу на прибыль. Сюда же с 1 января добавляются платежи в бюджеты, если вы возмещаете какие-то, возмещаете какой-то ущерб. Ну, и, соответственно, напомнить, что у нас теперь есть понятие инвестиционный вычет. Применяется он для расчета по налогу на прибыль. И использовать, применять его можно к дорогой недвижимости. С 2022 года, то есть с этого года, по решению региональных властей, состав инвестиционного вычета могут быть включены расходы на создание дорогостоящих объектов недвижимого имущества, то есть тех, у которых срок использования свыше 20 лет. В прошлом году у нас были ограничения по учету в налоговой базе для налога на прибыль расходов на путевки. Значит, с этого года здесь тоже внесены изменения. И с 2022 года мы можем учесть в составе затрат стоимость путевок не только для собственных сотрудников, но и для членов его семьи. И, соответственно, не только путевки, которые приобретены через туроператора и турагентства, а также если они приобретались напрямую, например, в санатории. И еще один момент важный, что не обязательно приобретали самим предприятием. Это мог приобрести и сотрудник, а предприятие ему компенсирует затраты. То есть число родственников, для которых разрешены такие затраты, входят супруги, родители и дети. Компенсация стоимости путевки не облагается НДФЛ. Но, небольшая ложка дегтя, такие затраты можно учитывать только один раз в год. То есть если, например, предприятие оплатило путевку работнику и, например, его ребенку в какой-то дом отдыха, турбазу, лагерь и так далее, то если это произошло, например, весной и осенью, один раз мы можем учесть это в составе налога на прибыль, а второй раз это будет уже за счет собственных средств. И еще один момент. Про него много писали, много говорили, но, тем не менее, еще раз хочу акцентировать на него внимание. К сожалению, с 1 июля прошлого года вступил в силу дополнительный перечень обстоятельств, когда ваша отчетность будет считаться непредоставленной. То есть это может быть и декларация по налогу на прибыль, и налог на имущество, ну, то есть любая отчетность. И вот вы видите на экране пункты, которые налоговые инспекторы, если обнаружат ваши отчетности, то, соответственно, пришлют вам такое уведомление. То есть это если налоговая декларация либо расчет подписано неуполномоченным лицом, то есть в ваших регистрационных данных это лицо не обозначено. Если отчетность подписана дисквалифицированным лицом, а срок дисквалификации на момент подписания декларации еще не окончился. Если имеется сведение о смерти подписанта до того, как была подписана отчетность. Если в сведения по ИГРЮ внесены записи о том, что в отношении руководителя внесена недостоверная информация. Вот этот пункт, обратите на него внимание, встречается, к сожалению, очень часто. И связан обычно с тем, что, например, если руководитель и другое полномочное лицо, которое подписывает отчетность, например, сменила паспорт в 21-45 или в связи с регистрацией брака. То есть паспорт человек поменял, а сведения о смене паспорта в ИГРЮ не были поданы. В этом случае, соответственно, появляется вот такая запись в ИГРЮ о том, что указаны недостоверные сведения. И, соответственно, предприятие и руководитель попадают во все черные списки. То есть это, естественно, исправимая проблема. Но, во-первых, у вас отчетность уже будет признана непредоставленной со всеми вытекающими отсюда последствиями, штрафными санкциями. Во-вторых, для того, чтобы исключить эту запись, нужно потратить некоторое время. И, в-третьих, не факт, что быстро информация будет внесена во все ресурсы, где упоминаются сведения о паспорте. Дальше, если в ИГРЮ внесена запись о прекращении действия юрлица, то есть, например, в результате банкротства или по решению учредителей и так далее. Ну и в отношении декларации по НДС, если у вас нашли расхождение с контрольными соотношениями, то есть для налоговиков это сигнал о том, что декларация заполнена с нарушением, с нарушением порядка ее заполнения, либо содержание ошибок в расчете страховых взносов. Вот это, к сожалению, по РСВ тоже встречается достаточно часто. Еще один момент. Сейчас я вам покажу вот такой слайдик. это схема, которая иллюстрирует ремонт, то есть затраты на текущий ремонт и затраты на капитальный ремонт. Сейчас я про эту схемку расскажу поподробнее, но обратите внимание, почему именно текущий, именно капитальный ремонт, потому что в свете 26 ФСБУ эти затраты учитываются и отражаются по-разному. То есть текущий ремонт это то, что должно, во всяком случае, делаться систематически и, соответственно, в идеальном состоянии это по графику. То есть это ремонт, который должен поддерживать состояние рабочее состояние основного средства, устранять там какую-то мелочевку, мелкие повреждения и неисправности на больших, на серьезных предприятиях в обязательном порядке составляется график ППР, то есть график планово-профилактических ремонтов и так далее. Делается это обычно на основании технической документации. И перечень работ, которые квалифицируются как текущий ремонт. Есть в приложении номер 7, к сожалению, постановление называется «Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда». И датировано оно аж 2003 годом. Но там достаточно подробно описано, что относится, что квалифицируется, точнее говоря, как текущий ремонт. Текущий ремонт должен производиться не реже, чем раз в 12 месяцев. Ну, естественно, если установлен какой-то другой период, то это должно быть отражено в документах в учетной политике. Ну и сумма текущих ремонтов обычно не слишком большая, то есть несущественная, если выражаться аудиторским языком. С учетом всего этого затраты на текущий ремонт не капитализируются. То есть они относятся к затратам текущего периода, чаще всего включаются в прочие расходы. Ну, единственное исключение из этого порядка, это если ремонтируемое основное средство задействовано в создании, капитальном ремонте или улучшении других объектов основных средств. Это у нас пункт Г, под пункт Г к пункту 10 нашего ФСБУ 26-2020. Капитальный ремонт это комплекс периодически значительных работ по улучшению состояния объекта, которые не приводят к улучшению его технических, экономических показателей и так далее, но восстанавливают работоспособность. Основное отличие капитального ремонта от текущего это цель такого ремонта. То есть текущий ремонт это поддержание работоспособности, а капитальный ремонт это восстановление работоспособности и ресурсам. периодичность капитального ремонта ну и соответственно его объем определяются техническими службами на основании технической докумендации, ну и если это касается каких-то сложных или опасных механизмов, то в этом случае это требование законодательства. Интервал между капремонтами больше 12 месяцев, то есть капремонт не может производиться ежегодно, а расходы естественно на капремонт достаточно существенны. С учетом этого факта затраты на капитальный ремонт, то есть если ваши затраты удовлетворяют этим требованиям, то они учитываются в составе капитальных положений. Опять же обратите внимание в тексте есть ссылочка на пункт ФСБУ и учитываются такие затраты на счете 0.8, то есть капитальные вложения. Прошу прощения. Соответственно в этом случае, то есть если мы учитываем на 0.8 в данном счете, то эти затраты предполагают, что не предполагают, а простите, русское слово вылетело из главы, то эти затраты учитываются в качестве отдельного самостоятельного инвентарного объекта основных средств. Это опять же требования пункта 10 ФСБУ и при принятии такого решения, то что будет проводиться капитальный ремонт, необходимо учитывать соотношение срока полезного использования и межремонтный интервал. Ну вот собственно именно нормативное обоснование этих изменений мы с вами посмотрели. Теперь снова вернемся к демо-базе и показать я вам хотела в демо-базе именно раздел который касается учета то есть настройку учета внеоборотных активов и основных средств соответственно. То есть у нас есть раздел НСИ и администрирования и есть раздел внеоборотные активы. Сейчас мы с вами из раздела НСИ и администрирования перейдем в раздел внеоборотные активы. То есть в разделах НСИ у нас в основном дается более грубая настройка и в разделе внеоборотные активы дается более тонкая настройка, если можно так выразиться. То есть соответственно в разделе внеоборотные активы в которые мы перешли из раздела НСИ мы указываем параметры. Учет внеоборотных активов в нашем случае используется. Если строительная организация, то есть допустим объекты строительства мы ставим флажок, в этом случае затраты будут аккумулироваться в разрезе объектов строительства. Учет платежей в системе Платон это больше для транспортных организаций, к учету основных средств они не особо относятся. И вот обслуживание и ремонт. То есть соответственно в ERP есть блок управления ремонтами. Если мы проставляем флажок, то мы этот блок активируем. В этом случае у нас появляются инструменты для планирования и выполнения ремонтных работ. И соответственно если мы проставим флажок, что узлы объектов эксплуатации, в этом случае мы можем ввести детализированную техническую структуру объектов эксплуатации. Ну и соответственно планировать ремонты связанные с этими объектами. И ввести обособление материалов либо по заказу на ремонт, либо по направлению деятельности. То есть после того, как мы вот эти вот настройки проверили, что все соответствует тому, что мы имеем в действительности, мы можем перейти в раздел внеоборотные активы. И вот здесь вот обратите внимание, у нас есть пункт меню, то есть подразделы настройки и справочники. Вот в этом подразделе мы уже можем задать более подробные настройки, которые касаются работы именно с основными средствами, с ремонтами, с другой информацией. Ну то есть соответственно здесь у нас есть группы, это классификаторы, группы основных средств и группы нематериальных активов. То есть я на них обращаю внимание в связи с тем, что все-таки новое ФСБУ касается учета нематериальных активов. То есть это ФСБУ 14 дробь 2022. Ну и соответственно обслуживание и ремонты. В этом случае здесь просто тоже классификаторы, которые позволяют конкретизировать. Ну вот например возьмем копировальную техникуму. То есть здесь задается ремонтный цикл, то есть сколько времени должно между ремонтами. Может быть время, может быть если это какие-то станки и оборудование по наработке. Ну и соответственно добавляем информацию, которая содержит вид ремонта. Ну там например смазка, замена каких-то фильтров, ну то есть вид работы. И единицы измерения, межремонтный интервал. Прочие ремонты, это чаще всего, которые касаются каких-то внештатных ситуаций. Отвалилось полстанка или еще какой-то форс-мажорный случай. Показатели наработки, если мы учитываем по наработке, например, норма часы или там выпущены километры проволоки. Ну то есть по-разному, в зависимости от оборудования. И закладочка контроль реквизитов, то есть то, что должно контролироваться. Ну в нашем случае установлен класс, это может быть и контроль по моделям, например, и место расположения, например, эксплуатирующее подразделение. Или где-то там в архиве в библиотеке, где нагрузка маленькая. Ну то есть в зависимости от того, что мы с вами видим. Проставляется флажок, то есть чекбокс. И можно еще задать описание. То есть что должен выполнить специалист при вот этом ремонте. Ну, естественно, эти ремонты могут быть сгруппированы. То есть, ну вот как в нашем случае, допустим, копировальная техника, можно сгруппировать ремонт оргтехники и так далее. Мы не будем сохранять эту информацию. Ну и, соответственно, класс объектов эксплуатации мы закроем. Графики амортизации, обратите внимание, это если, например, применяется, если имеется ярко выраженная сезонная эксплуатация. То есть, например, снегоуборочные машины эксплуатируются явно не летом. Ну, соответственно, вы должны задать виды ремонтов, которые применимы к вашему оборудованию. И можно еще, очень удобный момент, это виды дефектов. То есть для составления дефектных ведомостей можно группировать наиболее часто повторяющиеся поломки. Ну, это если уже серьезно подходить к ремонтной деятельности. Так, это мы сейчас с вами закроем. И снова вернемся в меню. То есть настройки и справочники. Ну и дальше настройка поддержания запасов. Это, собственно говоря, сейчас мы зайдем в нее, чтобы было более понятно. То есть, что вам будет требоваться для выполнения или для обеспечения функционирования того или иного объекта. Прошу прощения, долго открывается. Значит, если мы выберем показать все, то это открывается. Не обращайте внимания, что это сахарный песок. Это карточка, на самом деле, номенклатуры. Это может быть не сахарный песок, это может быть, например, там смазка для станка или какие-то детали, там подшипники, муфты, переходники. Ну, собственно говоря, любое наименование. И дальше задаются его основные параметры. То есть мы с вами переходим в карточку номенклатуры и здесь заполняется уже все, что требуется, вся информация, которая требуется для учета этого материала. Ну и, соответственно, объекта, для которого он будет применяться. Для ремонта, который он будет применяться. Дальше, то есть вот такой раздел у нас содержится практически почти в каждом пункте меню. То есть это подраздел, который содержит настройки и справочники, не только по внеоборотным активам. Ну, вот, например, выберем закупки, продажи, склады и доставки. Ну, вот, склады и доставки тоже содержат пункт меню настройки и справочники. Та же самая история у нас в разделе производства, тоже настройки и справочники. То есть это то, что я вам некоторое время раньше говорила, то есть более точные, тонкие настройки. Ну и, соответственно, в нашем случае в меню необоротные активы здесь у нас содержатся документы, которые мы должны использовать при работе с этими ФСБУ. ФСБУ жирно выделены, как бы, общие журналы, то есть все документы по основным средствам, например. Если мы выбираем этот журнал, то у нас здесь будут перечислены все документы, которые касаются основных средств и событий с основными средствами. Ну, вот, в нашем случае, видите, у меня есть документ приобретения, есть документ реализации, то есть мы продавали какое-то основное средство. Ну и, соответственно, с детализацией можно выбрать по основным средствам и можно просмотреть или создать документ по амортизации. Вот, собственно, основные моменты, про которые мне хотелось поговорить. Ну, еще один момент, это в разделе регламентированные отчеты, то есть, соответственно, вот у нас есть здесь подраздел 1С отчетность и регламентированные отчеты. То есть, я хочу сейчас перейти в раздел регламентированные отчеты. И, собственно говоря, пока запускается, сказать немножко про доработку 1С отчетность. То есть, у 1С есть такая, вот она прямо у нас всплыла, есть такая разработка, дополнительный сервис, когда сдается отчетность напрямую из программы 1С, происходит обмен с сайтами налоговых инспекций, бюджетных фондов и так далее. То есть, это практически ликвидируется этап сдачи отчетности через операторов. То есть, обычно мы создаем какую-то отчетность, декларацию, выгружаем ее в файл определенного формата, который передаем оператору. То есть, там, Тензор, СБИС, Астрау, ну, то есть, их достаточно много, этих операторов, и те уже передают наш файлик в налоговую инспекцию или там фонды какие-то и так далее. Почему я хочу на этом заострить ваше внимание? Для подписчиков, у которых подписка ИТС проф, многие дополнительные сервисы, которые имеются, будут бесплатными. Ну, например, проверка контрагентов. Для тех подписчиков ИТС, у которых Техно, эти сервисы могут быть платные, ну, частично, часть из этих сервисов будет платной. Ну, например, та же подписка на проверку контрагентов будет стоить порядка 4800 рублей за год. То есть, в принципе, не такие большие деньги, а помогают в работе практически очень хорошо и страхуют от претензий налоговых инспекций. Поэтому обратите внимание именно вот на автоматизированную учебность. То есть, собственно говоря, здесь мне хотелось показать только одно. Если вы перешли работать, например, на новую конфигурацию, то есть не работали раньше с ЕРПИ, то в этом журнале может быть не вся отчетность, которую вы хотите, ну, не хотите, которую вы должны сдавать. В этом случае у нас есть возможность, есть справочник регламентированных отчетов, то есть из этого справочника мы можем выбрать ту отчетность, которая вам требуется. Я сейчас снова перейду в раздел отчетов. Ну и, соответственно, в этом случае, если вы выбрали отчетность, которую вы хотите добавить, она у вас уже будет отражаться здесь, а не просто в списке отчетности. Ну вот, наверное, вся информация, которую мы хотели вам сегодня рассказать. Снова возвращаюсь к нашим слайдикам и хочу вернуться к первому слайдику, то есть еще раз показать вам наши контакты, наши электронные почты, телефоны, адрес сайта. Компания Кодерлайн благодарит вас за внимание, за уделенное нам время и мы надеемся, что сможем с вами сотрудничать в будущем, приглашаем вас на последующий семинар и будем очень рады оказать вам любую помощь, которая потребуется при работе с программами семейства 1С. Всего вам доброго, до свидания. Продолжение следует...